В отношении демократии наиболее влиятельной, авторитетной и проработанной традицией интеллектуальной, наиболее расхожим, общепринятым взглядом является то, что я бы назвал антидемократической традицией Ротворда-Хотпера. Основные сочинения, которые есть об этом, это, можно сказать, два текста. Во-первых, статья Ротворда «Пули и бюллетени», переведенная на русский язык. И во-вторых, достаточно толстая книга Ганса Георгиха Хотпера на русский язык, не переведена на «Демократия, прорвалившаяся Бога» или «развенчанный кумир». Можно перевести. Я очень коротко сначала извожу основные пункты этой доктрины, а потом попробую рассуждать о том, в какой степени они могут быть дополнены, ограничены, скорректированы. Итак, Ротворд пишет, что есть всего два аргумента на самом деле в пользу демократии. Первый аргумент в том, что власть следует передать народному большинству, потому что народ сам по себе добр, умен и знает, в чем состоит благо. Об этом аргументе Ротворд пишет, что даже можно и не рассматривать его всерьез, поскольку исторический опыт первой половины 20-го века ясно уже показал, что это не так, будто и говорить не о чем. И он в своей работе «Пули и бюллетени» рассматривает только второй аргумент, суть которого в следующем. Демократия улучшит других форм правления, потому что при ней власть принадлежит тем, кто сильнее. Тем, кого больше, а значит, кто сильнее. И поэтому эта власть не может быть свергнута насильственным образом. Передача власти по воле явлением у большинства это некоторая гарантия устойчивости этой власти. Если у большинства настроения меняются, то и власть должна изменить свое поведение так, чтобы учитывать эти изменившиеся настроения и тем самым предотвратить возможность восстания и ворота силового столкновения между согласными и несогласными с тем, что делает власть. Против большинства все бессильны. Поэтому власть большинства – это власть устойчивая, мирная, надежная, спокойная, не сопровождающаяся от потрясения. И Ротбор достаточно подробно и, на мой взгляд, весьма убедительно эту аргументацию критикует в своих статьях. Собственно говоря, это очень широко известно. Он пишет, что люди наделены силой, возможностью влиять на государственный строй и на решение политических конфликтов, совсем не в одинаковой степени. А право голоса им дано в одинаковой степени. Поэтому для того, чтобы смена власти всегда происходила ненасильственно, мирно, чтобы не было возможности ее свержения военным путем, чтобы действительно это условие соблюдалось, необходимо не всеобщее равное избирательное право, а некоторая система выдвешенных избирательных прав, неравных, учитывающих боеспособность человека, то есть его военные навыки, его физические качества, то есть именно его боевую единицу, его подготовку и его моральную готовность участвовать в таких столкновениях, в которых с оружием в руках, с помощью пуль, а не бюджетений, будет решаться судьба общества. Если так получается, что у нас две социальных группы, и одна из них чуть больше, 51%, но она состоит в основном из людей физически слабых, не имеющих военной подготовки, не имеющих мотивации, жажды рискнуть жизнью, сражаясь за то, что они считают нужным, а другая группа, которая чуть меньше, 49%, наоборот, состоит из мужчин, из ветеранов войны, которые действительно готовы драться за свои убеждения, то победа первой группы на демократических выборах вовсе не будет никакой гарантии стабильного и мирного правления. А она может вполне привести к тому, что вторая группа, которая меньше, их насильственным образом свергнет. Система будет нестабильная. Ну и, кстати, из истории можно привести примеры. Вот примеры таких явлений, когда власть, выигравшая демократические выборы, была, однако, довольно скоро свергнута неким меньшинством, которое было более подготовленным к боевым действиям, к переворотам, имело более высокий боевой дух. Ну вот классический пример – это Чили 70-х. Левые тогда выиграли выборы, но когда дошло до уличных боев, они проиграли, потому что им противостояли профессиональные военные в основном, и они были гораздо лучше подготовлены, и они победили. Другой пример – Испания 30-х годов, когда тоже именно меньшинство хорошо вооруженных и мотивированных людей, восстало и свергало режим, установленный демократическим большинством, который был для этого меньшинства ненавистью. Ну и, наконец, третий пример – это Россия 1917 года. Большевики, которые получили 25% голосов, или около того, однако же на полях гражданской войны, на полях, вернее, на баррикадах столичных городов, победили. Потому что, ну вот, неизвестно почему, но то, что они смогли выставить на поле блана, оказалось более мощным по сравнению с альтернативами, чем то, что они могли получить при голосовании. Таким образом, ну, если бы во всех этих случаях архитекторы политических систем действительно хотели обеспечить стабильность, учитывая реальное соотношение сил, и если бы они согласились отдать власть тем, кто сильнее, то они должны были бы вводить не всеобщее равное избирательное право, а каким-то обрано сложно взвешенную систему голосов. Вот Роберт пишет, что элементами должно быть и учет там военного опыта, и привилегии мужчин перед женщинами, и там бонусы за службу в армии и полиции. В общем, такая странная достаточно по современным меркам республиканская архаично-цензовая система. Вот она вот этому требованию, второму требованию к политической системе соответствовала бы лучше. Ганс Герман Хоппер, в той работе, которую я упоминал, дополняет эти доводы против демократии соображениями, связанными с временным предпочтением, с противостоянием образа дальновидного хозяина и опыта временщика. Он пишет, что власть, правитель, который получил власть по итогам демократических выборов, который сменяем, который должен уйти через определенный срок, он гораздо в меньшей степени мотивирован проводить такую политику, которая будет в долгосрочном периоде благоприятна для развития экономики этой страны, чем монарх, который имеет ожидание, что он будет править пожизненно, а потом будут править его еще дети, потомки. Можно сравнить еще мотивацию арендатора и собственника, наемного менеджера и акционера. Во всех этих случаях действительно более выгодным в материальном плане является поведение временщика, то есть использование текущих возможностей, которые через какое-то время будут утрачены, чтобы получить максимальную выгоду в течение короткого периода, не рассчитывая на то, что на нас, на мне скажется, насколько благотворна эта политика будет в долгосрочном периоде. Может быть, какой-нибудь дальновидный совестливый политик в демократическом обществе, вроде Маргарет Тэтчер, и способен принять решение именно благодетельное в долгосрочном плане. Но пожать плоды вот этих успехов, скорее всего, он не сможет, потому что придут другие люди, которые выиграют выборы. Ну, есть еще ряд соображений, книга эта достаточно просто, но, в общем, эти аргументы, все эти аргументы, они составили достаточно прочную систему, благодаря которой сегодня большинство либерторианцев настроены в отношении демократии скептически. Можно чисто исторически сравнить качество экономической политики предыдущих стран в период, когда не было всеобщего избирательного права, и то, что получилось за период его существования. И хотя те, кто знает философию Мизиса и австрийскую школу экономики всегда против исторических обобщений, тут картина получается очень однозначная, впечатляющая и не настраивающая в пользу всеобщего избирательного права. Но мне хотелось бы эти механизмы, о которых уже только сказано, рассмотреть чуть детальнее и посмотреть, какую они имеют анатомию и как они реагируют на некоторые специфические ситуации. Я хочу поговорить о том, что называется медианный избиратель. То, что можно назвать обществом людей, заказывающих плохую, нелиберальную экономическую политику, которая практически во всех странах последние десятилетия практикуется. Есть разница в причинах проведения этатистской политики в странах развитых и в странах неравитых. или, может быть, даже в странах с правовой социокультурой, и в странах с протестатной социокультурой. Тут прикрываются очень сильно эти понятия. В разных странах существует практически везде огромная машина социально перераспределяющего государства. Очень высокие налоги и очень высокие социальные расходы. Множество социальных программ адресованы широчайшим слоям общества. Эта практика воспринимается подавляющим большинством как простых людей, так и социальных философов, мыслителей, учёных, политиков, интеллектуалов воспринимается как абсолютно необходимая вещь, то, без чего нельзя, как самое священное, неотъемлемое право человека, как гарантия социального мира, как высшее проявление норм гуманности и благоразумия. Собирать большие налоги из богата и отдавать эти деньги бедным. Так, чтобы они в любом случае имели гарантированный прожиточный минимум, пищу, жильё, лечение и оборудование. И желательно, чтобы счёт в более-менее уравнительной степени. Такая политика возникает из-за того, что во всех демократических странах оправдывается коалиция избирателей, прямо заинтересованных в этом распределении. Они являются ядными бенефициарами, выгодоприобретателями этих субсидий. Они через государство запускают руку в карман к своим богатым согражданам и перекладывают эти деньги в свой карман. Это делается совершенно сознательно, с пониманием природы этого явления, с пониманием последствий, которая влечёт это за собой, и с полной уверенностью в том, что ничего плохого в этом нет и что это может продолжаться достаточно долго. И если отвлечься от этического аспекта, от юридического или силософского аспекта взгляда на этот вопрос, то их поведение, вот этого социально-демократического большинства, оно рационально. Я предлагаю называть вот таких людей рациональными социал-демократами. Эта группа составляет примерно 2 трети населения современных развитых демократических стран. Вот прямые выгодоприобретатели от социального перераспределяющего государства, которые своими голосами приводят к власти те силы, которые выполняются на перераспределении денег от богатых к бедным через социальные программы и налогообложения. Почему я говорю про бедных? Ну, на самом деле, самые бедные в эту группу рациональных и социал-демократов не входят. Самые бедные люди в любом обществе это дно, которое в политическом процессе не участвует, которое не голосует, которое не политизировано, которое не выдвигает никаких требований, которое имеет как право настолько краткосрочный горизонт планирования, что даже не рассматривает возможности что-то себе получить с помощью политики. Есть такое дно из самых радостных стран, но решает не оно. Решают люди чуть более богатые. Это большинство населения, которое включает в себя и медианных избирателей, и достаточно много тех, кто чуть богаче, чем медианные избиратели, и многие, среди тех, подравляющее большинство, тех, кто беднее, чем медианные избиратели. Оно может быть расколото по каким-то другим вопросам. Оно может быть представлено в парламенте ни одной партией, а несколькими, допустим, с противоположными взглядами на внешнюю политику или культуру. Но то, что существует между ними консенсус о необходимости социального перераспределения, это так. И вот в отличие от, допустим, бедных людей в неразитых странах, вот эти рациональные социал-демократы западных демократических стран, они действительно контролируют политический процесс своими голосами и получают от него то, что хотят. Вот реальность демократической системы, ее невыдуманность, неманипулируемость, наличие реальной конкуренции и независимого суда, независимых СМИ вынуждает политиков подстраивать под запросы этих людей и выполнять их трилоги. Чего нету в странах с имитационной демократией, в странах с диктаторской формой правления, даже если они тоже позиционируются социально ориентированными, социал-патерналистами, даже если там этого хотят и неразиты, и верхи, то все равно в неразных странах получается по-другому. Теперь немножко о других важных социальных группах современной западной демократии. Вот бедные отбирают деньги у богатых, а как на это реагируют богатые, что они думают, сопротивляются ли они, выдвигают ли они какие-то контр-стратегии, они публично не сопротивляются, и их конца-стратегии не имеют политического или идейного характера. Современный, ну вот то, что можно сказать, крупный бизнес или верхушка общества, она никогда, допустим, не выступает с заявлениями против социального перераспределения, против высоких налогов. Ну, всерьез, да? Вот, никакой миллиардер американский не скажет, что давайте отменим вообще пособия, которые проводятся, отменим государственные расходы на продавание, правоохранение, пособия для бедных и тому подобное. Вот, вместо этого вот эти люди поступают иначе. Они вот через лоббирование, через коррупцию, через механизмы политического торга выбивают за себя частные уступки по частным вопросам, которые именно их, этих конкретных крупных бизнесменов интересуют. И таким образом, выплачивая гигантские налоги в пользу бедных, они забирают у бедных часть или даже больше этих денег на вас через специфические механизмы государственной поддержки бизнеса, которые, в районе этих странах, тоже очень широко практикуются. Они очень разнообразны, они далеко не так публичные, не так афишируются, как институты социального государства, но скрыть их тоже трудно, и в общем-то это вещи широко известны. Например, банкиры, финансисты имеют фактически в своем распоряжении Федеральную резервную систему и Центральный банк, который печатает деньги, распределяет кредиты, манипулирует финансовыми рынками в интересах этих групп. Аграрии, те, кто занят в сельском хозяйстве, пользуются протекционистскими мерами, пользуются экспортными субсидиями и тому подобное. Машиностроение в разных странах пользуется, например, военным закладом. Если подумать о том, как устроена американская аля промышленность, придется признать, что этот фактор играет очень важную роль. Другие элементы тоже для промышленности нужные для промышленников крупных, нужные и осуществляемые государством, это всевозможные стандарты качества, которые используются как предлог для устранения с рынков товаров, потенциально конкурентоспособных и опасных для нынешних держателей крупных долей на рынке товаров из стран третьего мира. Ну как же, у них товары некачественные, они производятся с нарушением наших стандартов защиты труда, с нарушением наших стандартов защиты окружающей среды, поэтому допустить такие товары на наш отечественный рынок, это будет социальный демпинг, это будет помощь нарушению прав людей в странах третьего мира, короче, эта линия очень прочно проводится, а по сути является формой протекционизма в защите этого крупного бизнеса. Еще можно привести такие примеры, ну, каждая отрасль берет что-то свое от государства, что берет, допустим, хайтед, патенты, систему интеллектуальной собственности, патентов, монополии, то же самое вся индустрия, которую можно назвать словом глибут, очень хорошо зарабатывает за счет своего альянса с государством, которое заставляет всех покупать больше и по более высокой цене продукции, которая иначе покупалась бы по другим ценам и других объемах. Все этим они частично или полностью или с избытком компенсируют те потери, которые они несут от перераспределения пользы бедности за счет налогов. Но, конечно, мы понимаем, что оба эти процесса и налогообложения, и регулирования картельного типа монополизирующего, все они сопровождаются накладными издержками, поэтому распределение туда и распределение обратно это оказывается чистыми потерьами, а не каким-то нулевым обращением, которое все уравнивается. Таким образом интересы рациональных социал-демократов и интересы крупного бизнеса, взаимодействуя через политическую систему, создают просто большие чистые потери для большей части субъектов и там, и там. Есть еще такая группа как средний класс. Те, кто не принадлежит вот к этим двум третям пользователей социальных пособий, и это принадлежит к двум третям то есть к ничтожной продукции крупного бизнеса, эти люди, которые не могут точно понять, являются ли они выгодоприимовлетателями от социального государства или скорее не являются чистыми налогоплательщиками. Так вот, в разных странах достаточно массовой популярной практикой политического самопозиционирования у таких людей является просто деполитизация, а не участие в выборах, абсентеизм, отсутствие интереса в политике. Ну вот, теле победят, и теле победят, нам будет все примерно одинаково. Тоже массовое явление. И вот возникает такая система, в которой, собственно говоря, никого всерьез противостоящего огромному масштабу государственного вмешательства в экономику, перераспределения, нарушения прав собственности и подавления основного рынка, нет. Никто этому не противостоит. Никакие серьезные политические силы. Что получается в результате? В результате получается замедление экономического роста. Нет смысла всерьез зарабатывать, все ваши налоги отменить. Нет смысла инвестировать там, где налоги высокие, если есть страны, где они низкие. Нет смысла строить долгосрочные планы, если по мере изменения каких-то раскладов и настроений все ваши будущие плоды могут отнять. И наконец ориентация на короткий временной период ведет к накоплению огромных долгов, накоплению огромного государственного долга, систематическому накоплению чрезмерной задолженности и в частном секторе. эти долговые времена в итоге очень сильно сковывают по рукам и ногам всех экономических субъектов. Решить эту проблему можно только увеличением налогов, каким-то дополнительным еще уже не столь регулярным продуманным перераспределением, либо инфляцией, обесценением этих долгов. инфляция сама по себе она очень сильно бьет опять-таки ориентирован на длительную перспективу и в целом мы видим, что замедление экономического роста в странах социал-демократических а это все современные западные демократические страны оно принимает весьма впечатляющий масштаб. Уже давно никому не удивляет та картина когда страна третьего мира любая наобум случайно взята на протяжении десятилетий покажет более высокие темпы экономического роста чем страна правильная ну вот мы фактически считаем это сейчас нормой так и здесь к чему это все ведет что это значит если просто посмотреть как за 100 лет или за 50 лет изменились доли ведущих стран в мировом населении в мировом валовом внутреннем продукте или даже как изменилось соотношение валового внутреннего продукта на душу населения в разных странах и в остальных мы увидим что позиции этих самых разных стран ухудшаются там живет все меньше людей и у них все меньше денег богатства по сравнению со всеми остальными кроме того работает еще такой эффект ну который который можно объяснить через небольшой демографический экскурс вот если рассматривать историю практически любой страны и посмотреть как во времени меняется численность его населения то на длинной картинке это будет выглядеть примерно вот так вот в среднем витоке в равном обществе население почти не растет на протяжении очень долгого времени потом происходит резкое снижение смертности население бурно растет потом происходит снижение также рождаемость рост населения снова стогнивается если вот здесь вместо времени вместо шкалы времени отложить ВВП на душу населения картинка будет примерно так раньше потому что со временем в большинстве этих стран тоже происходил рост в санно душу населения и тоже надо сказать и тоже надо сказать по такой же логистической кривой примерно стагнация в аграрном обществе бурный рост в период промышленной революции в период урбанивации индустриарной инновации научно прощение вот это вот что значит это вот это ИП это что это ВВП на душу население тогда мне непонятно тут с математикой все это в порядке вот это должно быть вот так вот если вот так вот если это однозначно это должно быть вот так ну это зависит от конкретных формул этих кривых в принципе оно достаточно близкое а прямое ну совсем прямое оно тоже может и не быть тогда эти будут первые кривые но на самом деле там в реальности никаких логистических кривых нет это апроксимация которое имеет и свое отклонение оно если мы нанесем здесь впрямую мы немножко проявляем что тот факт что травмы с уже достигнутым более высоким уровнем науконадуши населения растуты обычно медленнее чем едва вот а к чему это все ведет это все ведет к тому что у любой страны вот период ее исторического развития есть какая-то точка вот она находится где-то здесь какая-то точка когда темпы роста численности населения в этой стране максимальные до того они были ниже и после этого они будут ниже а вот сейчас они максимальные темпы роста численности населения и они в общем-то определяются тем уровнем жизни уровнем экономического развития которые существуют в этот момент бывает так сказать в доиндустриальную эпоху слишком низкий на душу населения для того чтобы достигнут эти максимальные темпы роста населения а в последующую эпоху позднеиндустриальную или постиндустриальную люди уже живут слишком богато для того чтобы там были такие высокие темпы роста населения а вот есть какая-то точка где они максимальны и вот если в этот момент правительство этой страны возьмет и начнет проводить такую политику которая исключает рост на душу населения которая его затормаживает на одном месте замораживает но и дело нехитрое это можно сделать просто увеличив государственное вмешательство в экономику придав ему более злокачественную форму то эта страна окажется в таком положении где ее ВВП на душу населения остается стабильным а темпы роста населения остаются максимальными в течение неограниченно долгого времени такая страна она превращается в монстра в адскую машину в геополитическое чудовище которое ну является реальной угрозой миру и всему окружающему потому что будучи относительно бедной и неравидной она тем не менее может просто числом всех завалить завоевать и конечно же вот именно в такой форме как я описывал заморозить экономический рост оставить ВВП на душу населения постоянным а численность населения максимально растущим такого никогда не было от счастья нигде но что было в реальности так это такие периоды что страна входящая в эту фазу демографического перехода вводила у себя в это время нелиберальные порядки вот тормозящие рост ВВП на душу населения и таким образом оставалась на этой стадии долго эту стадию можно пройти быстро а можно ее растянуть замедлить вот и после того как эта стадия пройдена та страна которая ее растягивала будет иметь гораздо больше населения страна которая ее форсировала и действительно вот в истории были примеры таких политических режимов в которых именно таким образом скорее всего бессознательно было предпочтено количество населения качества жизни и в эпоху предшествующей первой мировой войне такими странами были например Германия и Россия страны с достаточно дирижистской ограничительной экономической политикой бум они действительно вызывали именно такую реакцию в мире и совершенно по-настоящему угрозой в сегодняшнем мире есть такие страны сегодня это исламский мир большая часть стран в исламском мире переживают демографический бум темпы близкие к максимально возможным при этом экономическую политику не особо способствующую росту ВВП на душу населения что позволяет им оставаться на этой стадии еще достаточно долго в Китае например не так в Китае этот этап был очень быстро пройден сейчас там темпы роста населения низкие оно скоро уже начнет убывать ну зато был большой этап экономического роста что касается исламского мира здесь ситуация такая и конечно же конечно же говорить о какой-то угрозе нашествия исламских стран на современную Европу или Северную Америку нельзя но вот в Израиле скажем эта угроза осознается очень серьезно а что касается развитых стран то там хотя военной угрозы нет но феномен иммиграции из стран третьего мира он уже сейчас вводит в кризисное состояние политические системы развитых западных демократий ну вот очень характерный пример в Соединенных Штатах Америки вот там существует уже своего рода паника или фобия среди сторонников республиканской партии которая состоит в том что если демократы выигрывают выборы в ближайшее время то они могут уже прийти к ней навсегда потому что демократы выступают за полностью свободную иммиграцию в Соединенные Штаты вот а новые иммигранты голосуют практически всегда за демократов вот в Соединенных Штатах произошла поляризация партий по этническому признаку большая часть белых протестантов голосует за республиканцев на всех выборах из года в год уже много десятков лет большая часть всех этнических меньшинств тоже с огромным перевесом из года в год голосует за демократическую партию вот баланс между этими группами количественный смещается действительно в пользу демократов вот ну избрание Барака обама стало в этом смысле очень ярким примером того чего республиканцы боятся вот ну к чему вот это все может привести на на самом деле кризис это всегда возможность нескольких разных людей вот и я считаю что пути сейчас есть четыре четыре совершенно разных из них два широко популярные и два ординальные вот первый путь я действительно считаю что олицетворением может быть да я в каждом из этих четырех вариантов вижу фигуру в которых мы как бы персонализируемся вот нынешний президент США Барак Обама это фигура которая олицетворяет первый путь ну оставить все как есть и пусть будет то что будет вот это ну вот согласие с естественным результатом всех тех процессов которые разворачиваются в чем будет состоять этот естественный результат в том что постепенно вот вот долговое бремя бремя регулирования бремя налогообложения в развитых странах бремя социальных расходов на экономику станет несовместимым даже с минимальным экономическим ростом вот оно приведет к инфляции на уровне развивающихся стран латиноамериканских азиатских африканских вот прекращение инвестиций в развитых странах их бегству вымыванию капитала политические компании это будет дальнейшая этнизация политических партий их отождествование с этническими группами и увеличение увеличение значения новых нетрадиционных групп которые из меньшинств превращаться в большинство и при этом будет происходить соответственно деградация политической культуры вот к тому что называется тройболизм вот к тому что характерно для стран африки и и подобного фактически это будет означать конец развитого мира его исчезновения как маяка образца как феномена на который ориентируется большая часть человечества второй вариант его лицетворением может служить предыдущий президент США Джордж Буш-младший субсидит этого движения я бы сказал попытка частично вот попытка противостоять части негативных тенденций при игнорировании всего остального ну вот отказ например демонтировать социальное государство но при этом стремление снизить налоги милитаризация и сопротивление тем политическим силам которые нацелены против Америки вооруженной рукой опять-таки больше расходов меньше налоги акцент на возрождение традиционной христианской культуры и готовность к какому-то внутреннему конфликту между разными культурными этническими группами внутри страны ну конфликт это конфликт что у нас получается в этом сценарии много конфликтов и при этом сохранение фундаментальной экономической слабости то есть на самом деле верный тоже банкротству но при этом еще не плавному не лягкая деградация а жесткой иванизированной конфликтной агрессивной ну это такой я бы сказал Рагнарёв за которым последует форлаут ну то есть крушение цивилизации в куче разрушительных для всех сторон конфликтов да вот может развитый мир все еще может как бы любых своих противников уничтожить но при этом он сам ослабевает с ними перемешивается и тоже рушится вот это две самых популярных сегодня линии две самых популярных линии которые пользуются поддержкой в решении этого конфликта дальше я буду говорить про маргинальную в чем вот третья линия маргинальная ее мне кажется можно соотнести вот с персоной выдающегося борца за христианские ценности Андерса Брейлика вот человека который перестрелял кучу людей мотивируя это тем что они разрушают европейскую цивилизацию служат силам социализма служат силам внешних чужекультурных чужеродных врагов вот и мы знаем что множество движений претендующих на то чтобы называться ультраправыми выступают различного рода радикальными программами которые должны спасти запад путем массового бесцеремонного насилия над всеми кто может чем показаться подозрительным вот эта программа в сущности в сущности предполагает что современный запад должен установить такой же внутренний экономический и социальный баланс который существует в странах исламского мира который представляет угроз то есть тоже превратиться в эти адские геополитические машины меньше росташи богатства больше военной подготовки и рождаемости для этого предлагается совершенно серьезно демодернизация общества возврат кошачьей археики ну вот известная из европейской истории попытки установить фашизм имели тоже в чем-то такую природу и вот сейчас сейчас эти тенденции усиливаются нарастают становятся более агрессивными во все более ярких прерывах отражаются мы знаем что сейчас во франции среди трех наиболее популярных кандидатов президента присутствует маринный пен кандидат национального фронта многие сторонники которые именно эту программу имеют в виду и по мере усугубления кризиса именно она будет выдвигаться но к счастью есть и четвертый путь выхода из кризиса тоже оригинальный который я бы еще что уволить удовлетворение может фигура анапола служить американского конгрессмена представителя либертарианской фракции республиканцев который сейчас внезапно стал одним из фаворитов республиканских правил который все что можно проиграть проиграл но не фаворит валер я немножко забегаю вперед я говорю что сейчас это направление маргинально но оно существует как альтернатива и среди всех возможных развитий я считаю что принятие этого пути является единственным не катастрофическим и позволяющим сохранить наибольшую 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 долю от тех элементов мироустройства которые мы считаем привычными конечно это тоже будет означать очень серьезное преобразование ну фактически это означает необходимость серьезного снижения налогов и еще более серьезного снижения государственных расходов что может быть сделано только за счет социальных программ за счет уничтожения большей части государственных пенсий по старости пособий по безработице государственных расходов на оборудование и здравоохранение от всего этого придется отказаться снизить налоги и вернуться таким образом в 19 век это позволит поднять экономический рост восстановить привлекательность для инвесторов дать перспективу инвестировать с расчетом на длительный горизонт планирования и за счет этого радостный мир сможет сохранять свои позиции именно благодаря своей радитости благодаря своему экономическому превосходству сейчас конечно же практически никто в Европе и очень небольшое количество людей в Америке это могут поддержать но по мере того как недостатки всех остальных сценариев будут выглядеть все более явными все более очевидными давайте представим себе как будет поступать вот этот самый рациональный социал-демократ типичный западный избиратель он действительно рациональный эти люди сумели заставить политическую систему чтобы она работала на них ради своих интересов меньше зарабатывать и больше забирать у богатых это хорошо исполнена стратегия и вот теперь они видят что она дальше работать не сможет что попытки продолжать эту практику они будут означать просто развал вот я думаю в этих условиях либертарианство как идеология с достаточно широкой поддержкой может получить второе дыхание либерализм классический снова может от безысходности просто от консерватизма естественно от желания сохранить хоть что-то от привычного образа западной цивилизации начнет возрождаться в какой степени мы не знаем какой из четырех сценариев мы не знаем предсказать не можем но получается вывод что в кризисной ситуации в кризисной ситуации демократическая система как это вполне совместимо с выбором в пользу либертарианской политики и если задуматься а какая еще система в условиях этого кризиса может быть лучше может скорее привести к тому же самому я когда думал о том как можно представить себе мирный переход от нынешней демократии со всеобщим избирательным правом к политике политической системе которая бы не имела в себе этих механизмов перераспределения и перефокусирования на краткосрочном периоде мне представилось такое решение то что называется win-win взаимовыгодное если бы люди которые принадлежат группе рациональных социал-демократов которые свои политические права используют практически исключительно для того чтобы получить материальный выигрыш который право голоса конвертирует в деньги через механизм проголосовал за левых они забрали налоги с богатых и отдали мне если бы эти люди могли получить свои деньги не вмешиваясь в политический процесс это было бы лучше потому что когда люди получают напрямую это всегда лучше чем когда это делается посвенным способом сопровождающимся дополнительными издержками и вот хорошим решением кажется здесь превращение избирательного права в акцию вот именно в имущественный некий документ который подлежит купле-продаже на свободном рынке если бы это было так то человек которому нужны только деньги он сможет их получить сразу за свою акцию за свои гражданские права просто продав их сдав в аренду заложив конвертировать непосредственно деньги которые а эти самые избирательные права сосредоточились у тех кто действительно ценит возможность избирать политику своего государства и готов даже за это заплатить мы знаем что рыночные цены на активы такие как ценные бумаги они определяются исходя из ожидаемой дисконтированной ценности потоков выигрышей которые служит вот эта ценная бумага соответственно ожидаемые потоки социальных платежей и всех прочих выигрышей которые получают рациональные социал-демократы от своих избирательных прав они бы капитализировались в цене этих акций и то что они получили бы в результате было бы вполне адекватной компенсацией за отказ от избирательных прав а с точки зрения тех кто платит это было бы таким выкупом из крепостной неволи средний класс бизнесмены как бы откупились от всех этих поборов которые на них накладывает рациональный социал-демократ и получили бы волю наконец-то сразу это было бы колоссальное расходование или длительный поток платежей типа ипотечной компании но это была бы конечная сумма которого можно заплатить наконец и после этого быть свободным в этом смысле такое решение взаимовыгодно ясное дело что сейчас оно не может быть принято нигде оно не может быть принято не потому что бедная против и не потому что богатая против а потому что против такта жрецов интеллектуалы политики преподаватели общественных наук вот именно они могут быть основными противниками такой идеи однако если человечество пойдет по пути номер 4 вслед за доктором Романом Полом в сторону либератарианства то это в любом случае будет означать колоссальное перетряхивание всех авторитетов в современной интеллектуальной сфере и в условиях интеллектуальной революции какие-то шансы появятся и для такого решения ну на этом по сути все что я хотел сказать я еще хотел в России сказать потому что там все статистическое но тут уж вопросы и ответы это так уважаемый Валент Владимирович а вы не сидите пожалуйста как вам удобно естественно спасибо большое это все было очень интересно наверное куча вопросов поднимите пожалуйста руки все кто хочет задать вопрос помахать руку я хочу задать 122 вопроса я все да давайте все таки рационализируем может быть по ходу того как другие будут задавать вопросы какие-то наши будут сниматься но я тем не менее пользуюсь своим привлекими вообще первый начну допрашивать первый начну допрашивать сначала такой простой вопрос как это рациональная социал-демократия по-моему это самоназвание как раз самоназвание может быть это паразиты все все так вот паразиты действительно понимаете бизнесмены те о которых я рассказывал тоже паразиты так даже даже паразиты А самоназвание – это совсем другой вопрос. Это самоназвание. Мы белые пушистые, вот там соседи зеленые гнуские манючие червяки, какашные жабы, а мы белые пушистые. Это самоназвание всегда. Слава Макрата – это хорошо. Никто не скажет, что мы разбойнички. Никогда. И вот с этой точки зрения вопрос рациональный. Вот действительно ли они не рациональные? То есть почему рациональные? Как он с этим рациональный? Ну, Владюшина сказала, что да любая вообще деятельность рациональная. Да? Великий Кузов сказал, а я бы себе жалко пьем. Вот рациональный, в каком смысле рациональный? Может быть, все-таки, критерий, может быть, в моем-то, представляете, все крайне рациональность. Все, что вы рассказали, это то, как они режут курицу, которая несет золотые яд. Да? А у них такое временное предпочтение, что для них мясо курицы сегодня ценнее, чем золотые яд на завтра. Вот. Почему он нерациональный? Вот возьмем среднего гражданина в России, типичного, вот, который голосует за Путина до недавнего времени. Он чего хочет от политики? А вот что подняли у богатых и ему дали побольше денег. Вот возьмем среднего гражданина на Западе. Чего он хочет? Того же самого, что подняли у богатых и побольше дали ему денег. Но вот Западный добивается своей цели, а наш нет. Наш добивается только того, что какую-то показуху проводят в виде гигантских, как бы, социальных программ, которые разворовываются, ну, не на тех стадиях, на каких хотелось бы. И наш, как бы, гражданин, совершенно ничего не может или не мог до недавнего времени с этим сделать. А на Западе могут. Они создали мощные социал-демократические партии, добились, чтобы те победили и реально перераспределили. И второе, что вы говорили, многое из того, что вы говорили, характеризует эту западную цель, социалистическую цель. Оно вот так, как вы и называли его, с точки зрения, если принять заявленные функции действительные, то так. Может быть, как-то мы его по-другому наделаем еще длиной, сейчас там, коротко, если все-таки различать функции заявленные и действительные. То есть вот заявлено, что так, а вот с точки зрения различения функций. Ну, это то, что Мертон называл функциями явными и латентными, а я называл функциями заявленными и действительными. То есть заявлено вот так. Может быть, с точки зрения действительных функций все-таки не такова их роль вот этих рациональных социал-демократов, например, по-другому. Мне кажется, я описывал как раз не с точки зрения того, как заявлено, а с точки зрения того, как есть. То есть вы считаете, что это и есть действительность? Например, что такое социальная программа? По факту это просто грабеж, отнятие денег у одних, раздача и распределение среди других. А как они заявляются, как они позиционируются, оформляются в общественном языке? Как удовлетворение социальных прав граждан? Это заявление. Решение социальных проблем – это заявление. Вот это заявляется, но я про это стараться не говорить. Так, вот Сергей Сергеевич опоздал, поэтому последний очень вопрос. Наталья Владимировна, пожалуйста. Спасибо. Я можно задам два вопроса подряд, потому что потом мне придется уйти, я извиняюсь заранее. Значит, я вернусь немножко к началу вашей либертарианской критики демократии. Я что-то не очень поняла, почему вы начинаете, ну не вы, а те авторы, на которых вы основываетесь, начинаете либертарианскую критику демократии, при этом саму демократию понимаете в каком-то крайне антилибертарианском, я бы сказала, смысле. У вас, не у вас, а у них демократия рассматривается как способ установления наиболее сильной и эффективной власти. По-моему, без всех этих рассуждений понятно, что это далеко не самый эффективный способ установления саму демократии. Собственно, либертарианское понятие демократии имеет дорогую интенсию, поэтому здесь как-то не совместимо это. А второе, это уже к концу, а чуть я тоже не поняла с точки зрения примитивной арифметики, где переменная слагаемая сумма не меняется, почему эти деньги, которые сейчас изымаются через процедуры социального государства, если они будут изыматься в виде выплаты по этим вот акциям, они как-то способны, вот эта процедура их изъятия способна оказать более положительное влияние на развитие общества и прочей экономики. Спасибо. Первый вопрос. Демократия – это режим, где существует всеобщее равное избирательное право, подкрепленное свободой слова «собранный союз». Считается некоторым, что достоинством такого режима является его устойчивость, гарантия мирной смены власти. Есть интерпретации такие, что демократия не ограничивается этим, а должна включать в себя еще гарантии собственности, например, гарантии каких-то дополнительных свобод. Это уже сужение. Что такое либеральная демократия? Либеральная демократия – это действительно некий баланс между возможностью для большинства продиктовать свою волю и обеспечением каких-то прав, о которых говорит либерализм. Но это возможно только за счет ограничения механизмов, через которые большинство достоит свою волю. Вот американская конституция, например, имеет достаточно сложную процедуру внесения в нее поправок. Нельзя просто, чтобы на просто 51% на выборах сразу поменялись законы. Это механизм недемократический, сдерживающий демократизм. Многие авторы предлагают эти механизмы усилять. Вот, например, Джеймс Бьюкеннин пишет, что необходимо внести конституцию поправки, которые запрещали бы Конгрессу дать дефицитные бюджеты, делать заимствования и печатать деньги. Вот если это Конгрессу запретить, а избиратели все равно этого хотят, к чему это приведет? Но это приведет к тому, что избиратели пытаются сверкнуть Конгресс или что-нибудь еще. Короче, найти... Демократичность системы уменьшится, и вот те опасения, что недемократическая система больше степени уязвима для переворотов, чем демократическая, они выйдут на поверхность. Поэтому разговор о демократии и ее соотношении свободы принял такой немножко странный оттенок разговор о балансе сил, о том, кто кого сверкнет, победит и все других отнимет. Что касается второго вопроса, почему будет при выкупе акций у потенциальных избирателей и социалистов лучше? Ну, тут на самом деле просто. Когда какой-то платеж осуществляется в результате добровольной сделки, обе стороны считают это для себя улучшением. Конечно, они могут стремиться получить то, что им обещал контрагент, а самим свои обязательства не выполнять. Но на этот случай существуют суды, механизмы инфорсмента, традиционная инфраструктура обеспечения контрактов, институты банководства и так далее. А когда речь идет об изъятиях, во-первых, насильственного характера, а во-вторых, об изъятиях, размер которых изначально не определен, и может определяться изымающей стороной от хох, увеличиваться по мере того, сколько захотим, то и сопротивление этому давлению будет гораздо более сильным. Уклонение от налогов, стремление нанимать специально дорогих специалистов, которые бы занимались только минимизацией налогов, это нам не поможет, если мы подписали контракт, по которому обещаем платить тому, у кого мы купили акцию, фиксированную сумму. Обещал фиксированную сумму, я его буду платить, мне не нужно заниматься минимизацией налогов. Он мне не поможет, если я уведу деньги в офшор. Ну, я уже обещал, все. И сама определенность этих платежей, она тоже очень важна. Потому что, когда мы знаем, сколько мы должны, это одна ситуация. Когда мы не знаем, сколько мы должны, нам в любой момент могут сказать, что эта сумма увеличилась в этот раз, это другая ситуация, которая в гораздо меньшей степени совместима с какими-то долгослужными планами. А голосу навсегда продается? Знаете, надо свободу над людям. Хотят навсегда, хотят, как получится. Но тут я хочу, извините, всем просто напомнить, это старый такой анекдот, когда я проститутка. Честно говоря, я сегодня вечером с садистом. Да ты что, дура, зачем же? Да вот обещает тройную цену. Ну, какой, говорит, кошмар, что бил, и да, бил, пока за обычную цену не согласен. Вот так и здесь. Может, договариваться там еще походу, это вот, да, 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 инфорсмент, потом... Да, просто такой. Ну, представим себе, что я, значит, социал-демократ, то есть паразит. А все вокруг, значит, производительный слой, все товарищи, которые здесь сидят, представители среднего класса. Мне нужно бабу, я хочу продать свой голос. Так? Вот. Значит, какой резон конкретно каждому из вас этот голос купить? Потому что это интересно всего среднего класса в целом, чтобы такие, как я, лишились голоса. Но почему теперь Владимир Александрович должен платить деньги, чтобы купить именно у меня голос? Его ситуация личная, в отношении общей системы, не изменится от того, что я один из миллионов паразитов, там, потерял правду. А это вопрос цены. Ну, за копейки они правды, естественно. За 5 копейки, да, они правды, за 5 копейки. Мне нужно серьезный деньги. А я говорю, что изменить серьезный деньги. А за серьезный деньги? Дешевле его убить тогда. Вот и все. Нет, все, нет проблем. Серьез к выводу, что они дешевле друг друга убить, чем делать что-то другое, то никакие экономисты-рыночники не помогут уже. Они действительно начнут друг друга убивать. Дальше. Вот, ну, если вы в сторону не договорились о взаимовыгодной цене сделки, ну, сделка не состоится. Значит, она действительно невыгодна, не нужна. Вот. Вот. Вы имеете там людей продавать свои акции. Нет. Ну, и вот на что предлагаю обратить внимание. Вот вы социал-демократ. Вы имеете со своего голоса определенный поток платежей. Благодаря тому, что вы рассуете с Олегов. Вот. Этот поток, ну, можно пересчитать в единорадовый платеж. Миллион рублей. Да. И дальше уже вопрос в том, найдете кто-то, кто эту сумму вам предложит. Вот, знаете, мне нужны миллионы рублей. Это параллелистическая оценка. Да? Средняя. И вот зачем, Владимир Александрович, платить мне миллион рублей? Потому что он не получит никакого блага за это, который бы стоил миллион рублей. Ну, вот, если окажется так, что у нас социал-демократов на один человек больше, чем социал-демократов, ваш голос может быть? А может другой еще? Ну, это очень, как бы, физическое совершенно производство. Я бы сказал другое. Наверное, когда представителям производительного слова или интимы скинуться, создать фонд и скупать эти голоса военные. У меня два вопроса взаимосвязаны, поэтому я их тоже с пенси задам. То есть, во-первых, такой вопрос. Не кажется ли вам, что вы, как бы, несколько преувеличенное внимание деньгам уделяете, ущерб всему остальному? Потому что, когда я, например, дослушал до момента исламского мира, я подумал, неужели вы серьезно думаете, что мотивация этих людей чисто экономическая, как правительство, так и граждан? И неужели вы не считаете, что определенную роль здесь играет их идеология, в частности, идеология агрессивного захвата земли войны и превращения ее в землю исламу? И, соответственно, если бы это было так, то тогда ваш четвертый вариант, он ничем не поможет остановить инфильтрацию этих людей в процветающие западные государства. То есть, не думаете ли вы, что их мотивация не ограничивается экономикой? И, соответственно, взаимосвязанный вопрос. Вот вы сказали, что одна из основных проблем состоит в том, что средний класс деполитизировался как мера защиты. Не думаете ли вы, что это потому, что именно вся политика современного Запада ограничилась экономикой? И из политики совершенно ушли не экономические, а идеологические, религиозные, технологические проблемы. И если их вернут в политику, то и средний класс обратно политизируется и захочет принимать часть, а не только решать вопросы, кому сколько налогов подать. По первому вопросу. Я не считаю, и кажется, я не говорил, а если говорил, то случайно наговорился, что в исламском мире в политике доминируют экономические интересы. Нет, ни среди простых людей, ни среди элит, скорее всего, экономические интересы там не доминируют. И тот эффект возникновения, то, что я сказал, адских машин, он тоже не каким-то экономическим расчетом и планированием создан, а скорее всего, так просто более-менее случайно получилось. Ну, может быть, какие-то политики специально стараются эту ситуацию консервировать и ей пользоваться, но не из экономических соображений, а именно из политических, стратегических тех, о которых вы сказали. Я считаю, что этому цивилизованные страны могут противопоставить свои козыри. Свои козыри, а именно возможность более быстрого экономического развития за счет свободы. Вспомним, куда делись, собственно говоря, Российская империя, Германская империя, Советский Союз, Третий Рейх. Они были разгромлены теми странами, которые имели более свободное устройство и более высокий уровень жизни, более мощную экономику. В принципе, это можно сделать и в будущем, если кто-то почтет свободу. Это уже все ответили на оба вопроса, да? На второй вопрос окажется нет. А, политика. Почему политика вращается вокруг экономики? Я считаю, что на самом-то деле в современных западных странах политика не вращается только вокруг экономики. Вот, допустим, были выборы, когда противостояли Обама и Маккейн. Все вращалось вокруг внешней политики тогда. На многих выборах все вращается вокруг каких-то культурных вопросов, там, религия, аборты и так далее. Нет. Так что вот. Хорошо, спасибо. Сергей Сергеевич, пожалуйста. Ну, это не связь только к тому, что я успел услышать. Во-первых, у меня такое техническое, даже сказать не вопрос, просто добавление. Я думаю, что переход к либертарианской политике экономической, он должен состоять даже не столько в радикальном снижении налогов и расходов, хотя это должно быть, сколько в том, чтобы государство полностью ушло из сферы контроля над деньгами и денежной эмиссией. Потому что без этого, конечно, любое снижение налогов будет косметический мер. Вот. Это техническое. А второе, я бы хотел, честно говоря, подвергнуть сомнению свою исходную предпосылку, а именно, что в западных странах, в Западной Европе было построено процветающее, эффективное социал-демократическое государство. Дело в том, что я видел некоторые исследования, ты там, возможно, видел больше, но вот исходя из того, что я видел, у меня создалось впечатление, что в западноевропейской социал-демократии она неэффективна до крайности. Да, такой крайности, что там вертикального перераспределения практически нет вообще, но в основном идет горизонтально. Там в Америке, там в том, что я видел, там вертикальное перераспределение все-таки намного более ярко выражено, то есть там намного более эффективно эта система работает. То есть, на самом деле, относительное благополучие широких слоев рецепиентов социальной помощи на Западе, оно связано не столько с эффективностью системы, сколько с огромным накопленным богатством, то есть с эффективностью того сектора рыночной экономики, который там все же работает. И в связи с этим, на самом деле, это важно, потому что я считаю, что стоит подвергнуть твою, скажем так, эту твою модель рационального социал-демократа, как человеку, у которого просто такое временное предпочтение. Дело в том, что мы уже видели, на самом деле, та схема с выкупом голосов, которую ты описал, это в точности российская воочеренная приватизация. Мы там увидели, как у нас столкнулась масса условных избирателей с условным голосом и очень высоким временным предпочтением, и некоторые люди, у которых временное предпочтение было не настолько высоким. Известно, что это все кончилось действительно массовой скупкой за очень низкие суммы ваучеров у большинства людей, и итоговый исход всей этой системы был в том, что сейчас в массе своей люди считают ваучерную приватизацию нелегитимной. Я думаю, что точно так же, когда внезапно все обнаружат, что все запродали голоса небольшой кучки олигархов, которые за всех голосуют, я вот думаю, что в противоречии той рыночной логики, которую это привел, большинство населения в систему тоже посчитает нелегитимной. Дело в том, что, понимаешь, я думаю, что ты сейчас смешиваешь проксиологическое понятие временного предпочтения и, скажем так, психологическое. Потому что проксиологически, да, они там все действуют из высокого временного предпочтения в том, как это проявить, проявлять в их действиях. Но психологически, внутри себя, они на самом деле об этом не думают. То есть не думают сознательно, что вот, да, мне вот ценна выгода сейчас, чем выгода позже, и вот поэтому я вот поступаю вот так. Они психологически внутри себя просто об этом не думают. И психологически это не действие из-за высокого временного предпочтения, а действие, которое человек в тот момент считал для себя рациональным, скажем так, в самом широком смысле. Поэтому и отсюда у них будет, естественно, когда покажется, что в долгом периоде они проигрывают, у них будет возникать ощущение обмана, несправедливости, неудовлетворенности. Поэтому мне кажется, что твоя схема по этой причине, она непроходна. Вот, услышал бы комментарий. Валерий Валерьевич, вот теперь я прошу вопросов, если нет неудержимого желания дать ему сдачи, то и бог с ним. Потому что он же перешел от вопросов к обсуждению и так далее. Вот, высказался. Вопросы, пожалуйста, есть? А, я тоже скорее больше. Вопросы есть, Валерий Валерьевич? Вопросы. Есть вопросы. Почему эти модели персонифицированы в фигурах именно этих людей? Потому что подборка несколько странных, так сказать, на мой взгляд, странные, потому что там три американцы, один норвежцы, причем три политика, да, совершенно респектабельных, один террорист. Прошу, прошу. А приглашите по-другому. Ну, давайте я их наставлю, а то другие силы выехали. Иди, давай-то каждый мой, там позитивно. Чего пришел в голову? Я вообще хотел презентацию красочную сделать с портретами. Брейк. Брейк нашла. Еще вопросы есть? Юра, пожалуйста. Мы сейчас находимся в Вашей школе экономики. А это главное пропагандистское орудие нового левого движения. Всяких арх, негри и прочее. Значит, ребята, это сейчас в Вашей школе экономики самый главный философ политический. У меня вопрос, считаешь ли ты вот эту вот новую версию левизны, какую-то децентралистскую, демультитюдную, да, если использовать термин харх, негри, вот это вот направление, которое сейчас активно прорабатывается, считаешь ли ты это неким пятой модели? Не видишь ли ты еще? Видишь ли ты еще модели? Может, еще какие-то... Я боюсь, что не могу ответить на этот вопрос, я харх, негри не читал, и мороз, ну вот плохо просто представляю вот то направление Вашей, представляешься? Ну вот, что он думает, я не... Вопросы еще есть? Да. Не совсем ясно, как платежи за право волоса станут конечными, потому что паразиты, живущие в социализме, они получают платежи на протяжении всего времени, а Вы сказали о том, что платеж за волос, он в принципе ограничивает конечную сумму. И мне просто не ясно, как это станет мнением. Ну, это же сделка, да, по продаже, голоса по продаже акций, это сделка между двумя сторонами, которые свободно договаривают о цене. И если они договорятся, то акта, вот это значит, будет найдена сумма, которая с точки зрения продавца больше стоит, чем товар, а с точки зрения покупателя меньше. Ну, как вообще можно оценить, сколько имеет смысл заплатить за них непредсказуемый поток, непредсказуемый долгосрочный поток платежей, размер которых неизвестен. Ну, сложно, но это на самом деле можно. Вот страховые компании же делают это, оценивают вероятность какого-то страхового случая. И говорят, кто сколько с этого потери, кто сколько с этого получит. Я думаю, это просто вопрос, ну, к финансовой технике. Мне очень сложно. Еще вопросы есть? Вопросов больше нет? Кто хочет выступить по поводу такого интересного доклада? Ну, давайте. У меня на самом деле достаточно небольшой комментарий. Я тут занимал, ну, я ей читал эту книжку и недавно ее переводил. Это книжка американского экономиста Брайана Каплана, она называется «Миф рационального избирателя». Вот, и в Валериной, собственно, базовой модели есть одна проблема. Она состоит в том, что голос вот каждого вот этого конкретного рационального социал-демократа, или как его ни назови, он не... Ну, его вероятность стать решающим для исхода голосования на выборах, она фактически там близка к нулю, да? И поэтому на самом деле для каждого конкретного социал-демократа, в общем, совершенно все равно, как ему голосовать на выборах с точки зрения его финансовых выгод от этого потока доходов и так далее. Поэтому на самом деле я не уверен, что Каплан абсолютно прав в той модели, которую он рисует, но, по крайней мере, мне кажется, что вот такая модель, что эти избиратели голосуют чисто рационально, они неверны, и мне кажется, его модель ближе к истине, что они голосуют, исходя из своего некого очень стрёмного... Ну, по крайней мере, большинство из них голосуют, исходя из некого стрёмного понимания, там, общего блага, потому что они голосуют, по сути, судя по опросам и тому, как их опрашивают, они голосуют альтеруистически, исходя из реально своих представлений о том, каким общество должно быть. То есть, мне кажется, здесь не экономические стимулы играют роль, а именно убежденность, скорее, вот этого подавляющего числа. И я реально, ведь я разговаривал с... Ну, как бы я очень много общался с людьми из Европы, я участвовал в чемпионатах мира по диплом, в чемпионате, точнее, одном и в турнирах. В основном люди исповедующие... Ну, молодые люди, в основном, это либо студенты, либо аспиранты из европейских стран, Германия, Англия и так далее. Это люди, они реально вполне себе добросовестно считают, что так и должно быть. То есть, не потому, что они голосуют по поводу, там, стремясь получить себе, там, обеспечить себе некий поток доходов, а именно потому, что вот так они считают, что должно быть. Поэтому, мне кажется, что твоя модель просто не работает. Я тогда действительно немножко отвечу. Я прежде всего хочу сказать, что моя модель действительно призвана не обеспечить всю реальность, а просто высветить один из ее аспектов. Я согласен, что есть и серьезная доза перфункциональности в этом поведении. Но, все же, наивная вера в общий образец, причина голосования за левых, более характерна для менее разных стран. А в более разных странах компонент осознания своих личных потерь и выгод от тех политических программ играет большую роль. Ну, не абсолютно, ну, совсем не стопроцентно. Что касается, там, незначимости, что мой голос станет решающим, так эти затраты на голосование практически ни на что не обходятся. Можно еще пару вопросов? Да. Позвольте, первое, это какая в публичном политической ситуации, в публичном политическом режиме с точки зрения либертариатства является идеальным или оптимальным? Это первое. И второе. Как вы лично относитесь к вот этому вот распространенному тезису, достаточно известному, нет налогообложения без представительства? Какая политическая система оптимальна для осуществления либертарианских униформ? Только не надо говорить за весь интернет. Ну, сразу же, я на правах предыдущего, вы не знаете. Вообще, с этого вопроса не подели докладу? Я не знаю. Я не утрачивал, потому что это обязательно должна быть центральная система, или вот система, когда право голоса является отчуждаемым, как акция. Сейчас я думаю, что и при демократии тоже могут осуществляться либертарианские образования. Второй вопрос какой был? Второй относительно нет налогообложения без представительства. А, хорошо. Это полумера. Полумера. Полумера, да. Это шаг в правильном направлении, но недостаточно для того, чтобы свободный порядок был установлен. Потому что, ну вот у нас есть представительство, вот, и мы в этом представительстве оказались в меньшинстве, и нас подвергли налогообложению. Это тоже плохо. Это лучше, чем если бы у нас вообще не было еще и возможности влиять на что-то. Ну, тоже плохо. А как тогда вот последнее, да, факультативное, да? А полностью меры это какой будет, чтобы как доиграть это, да? Никакого налогообложения вообще. Вообще. Да. Можешь на то, что Сергей сказал ответить? Нет. Еще кто хочет что-нибудь сказать? Не можно ли я сказать? Да, по-моему. Еще раз. Вот, может быть я действительно придерживаюсь до 10 гадов, так сказать, но... Ну, наверняка. Скорее всего. Просто не это ли самое, только в несколько ином, так сказать, варианте происходит сейчас, ну, и не злоугодно в России, когда голоса избирателей продаются. И не с этим ли ведется активная борьба, как с явлением крайне негативным, так сказать. Просто, в общем-то, я всегда... Меня так учили, то, что куплю-продажу голосов избирателей, это преступление. В общем-то. Вот, преступление очень тяжко. Человек сам продает свои деньги. Вот. Кроме того, существует такая в публичном праве идея, то, что права человека и гражданина неотчуждаемы, и любой отказ от них не исчезнет. В общем-то. То есть, вот... Попытайтесь, пожалуйста... Угу. Я считаю, что политические права права, ну, настоящие, то, что составляет неотъемлемую свободу, это разные вещи. Политические права, права на участие в управлении государством, с точки зрения либертарианской философии, могут быть, ну, можно в них усомниться. Ну, привилегии-то, ну, я не знаю. Ну, участвовать в выборах власти, которая будет вправе кого-то предплать в армию насильно, которая будет вправе взять из кого-то налоги, это неестественное право. Это же. Это неестественное право. И оно не может защищаться вот в такой же мере. Вот, можно... Вот, право не платить налогов? Вот, да. Вот, это естественное право. Мы должны защищаться. Право голосовать... Вот, только если этот голос собственный, вот, сведя избирательное право к правам собственности, к правам акционеров, мы получим возможность их абсолютизировать и защищать как абсолютное, так, настоящее право собственности. Вот, но тогда, но тогда у нас не будет никакой основы для того, чтобы запретить их продажу. Вот, если... Ну, на самом деле вопрос немножко сродни о вопросе... Немножко сродни вопросу о самопродаже в рабство. Вот, вот, могу ли я продать себе в рабство? Вот, если нет, то почему я могу продать свой голос? Ну, я считаю, что государство должно больше и больше превращаться в такую хозяйственную структуру, акционерное общество, вот, которое не имеет права ни у кого ничего отнимать, никому предписывать никаких правил, вот, вот, а которое будет управляться именно как акционерное общество. Вот, и, естественно, там торговля голосами будет нормальной. Ну, классический либерализм никогда не настаивал на всеобщем избирательном праве. А если он на нём не настаивал, то, значит, у нас нету и настоящего правового аргумента для того, чтобы назвать преступлением торговлю голосами. Вот, я согласен, что это может быть отвратительно, вот, вести к вредным последствиям, ну, это как проститутница, допустим, вот, ну, нельзя же говорить, что оно преступление. Ну, это уже акционерное, только закрытое акционерное общество? Нет. В закрытом акционерном обществе, да, нельзя продать свой голос без разрешения большинства акционеров, да? И список участников еще, правильно, я понимаю, да, то есть закрытым акционерным обществом? Ну, там, сначала надо предложить просто акции участникам, если они не выкроются. Ну, я говорю, да, различные, да. Ну, список акционеров, он закрыт вот всегда, и в открытом обществе, и в закрытом. Они отвечают... Нет, там открыт, вы хотите в IPO, может быть, правильно? Допрос, не надо устраивать допрос, формат такой. Были вопросы, вопрос, ответ, вопрос, ответ получили. Дальше выступить можно. Все выступили, все у нас, все выступили. Ну, я, естественно, последний, там, скажи последнее слово. В связи с этим нет, но мы еще не хотят, это просто по поводу твоего доклада. Я очень коротко, очень коротко. Первое, на что обращаю внимание, напрасно вы не придали никакого значения моему выступлению о типах человека. И второе, это то, что, напомню вот эти гениальные слова Бастия о том, что государство – это величайшая фикция, посредством которой все стараются жить за счет других. Все стараются. Вот эта фикция, посредством которой все стараются. Значит, во-первых, какой тут тип человека, вот этот вот самый западный. Например, берем этот западный социал-капитализм. Ну, очевидно, что здесь господство и человек, вот этот человек государственный. И так далее. Вот тут есть и профальный какой-то, и глупый, и есть человек государственный хитрожопый. Вот он образует политический класс. Тут логика очень простая. Да, сейчас все, смотрите, вот всеобщее желание жить посредством государства, жить, хапать за счет других, хапать, жить за счет других. Никому в голову не придет, что это лотерея, в которой выигрывает только тот, кто ее организует. Значит, наша задача стать организаторами этой лотереи. Значит, складывается политический класс, который сначала делится на правых, левых и так далее. А потом вдруг выясняется на выборах Германии 10 лет назад или когда, уже когда Меркель стало, что никакой разницы между социал-демократами и христианскими демократами не существует. Они образуют коалиционное правительство вместе. На самом деле они подчеркивают, что мы это просто наперсочники. А вы давайте пытайтесь дальше жить за счет других. Мы всегда будем политический класс, преднерспределяющий, в выигрышном положении. А вы сегодня одним дадим выигрывать, завтра другим дадим выигрывать, третьим дадим выигрывать, четвертым дадим выигрывать, а мы всегда будем выигрывать. Так вот эта цивилизация уже лопнула, она уже сломалась. Вот этот человек, человек неправовой, человек доправовой, создавший эту цивилизацию, в конце концов так, как показалось сначала, что я правовой ее создал, потом вот что оказалось в действительности, она уже кончилась. И чтобы мы не говорили, как бы нам чего-то не хотелось там и так далее, надо смириться с тем фактом, что вот на вашей жизни произойдет эта катастрофа. А я, слава Богу, тому времени уже умру. Вот. Спасибо большое за внимание. Спасибо Валерию Валерьевичу. И теперь предоставляем слово...